здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим с вами о здоровье потому что эта тема безусловно постоянно вместе с нами находятся и особенно приятно когда появляются какие-то новые методы лечения и появляются новые места куда можно обратиться и получить очень хорошее медицинское обслуживание сегодня мы поговорим об открытии нового филиала известного в люберцах медицинского центра лечения и диагностика для пациентов с диабетом и сосудистой патологии и в гостях у нас сразу два медицинских работника сразу два человека которые нам сегодня расскажут очень много интересного нового как что можно так сказать предложить во время этого лечения это татьяна владимировна мархина руководитель отделения лечения диабета и сосудистой патологии медицинского центра лечения диагностика здравствуйте татьяна тимоте вот и ульяна александровна устилки на врач эндокринолог отделение лечения диабета и сосудистой патологии то есть вы знаете об этом все мы знаем только приблизительно то что каждый знает зависимости к сожалению своих заболеваний когда он приходит к тому или иному специалистов и сегодня мы хотим поговорить конечно же о том почему именно этот центр сейчас создан и какие особенности почему он появился ну николай вы правильно сказали что центр известен в люберцах он открыт с 1994 года и активно стал развиваться то есть на сегодняшний момент это уже шестой филиал нашего центра и расширяя скажем работу с различной патологии с нозологии проблемам пациентов мы вышли на то что появилась необходимость открытие именно центр диабета и сосудистой патологии здесь правильно понимаю что проблема у диабетиков и сосудистая патология слова патологии так понимаю это очень такое заболевание глобальная история патологии наверное же разное бывает так и понимаем есть какие-то похожие наверное заболевания есть какие-то суду как каждый человек особенно по-своему то есть появилась необходимость что все-таки на сегодняшний день диабет является такой ну к сожалению глобальной правда это одна из серьезно серьезнейших проблем и мировой проблемы проблемы в принципе наших пациентов большое количество жалоб у пациентов которые приходят к эндокринологам и соответственно необходимость оказывать ей им те или иные услуги услуги да поэтому захотелось понять расширить чтобы не ездить далеко чтобы все конечно почти как в шаговой доступности хорошо улья александр вот вы врач эндокринолог слово такое всегда сразу все напрягаются да потому что эндокринолог это ну такой спектр заболеваний всяких не очень хороших скажите а почему все-таки уже за столько лет и врачи бьются говорят по поводу там ну грубо говоря правильного здорового образа жизни и так далее а все равно диабет не уходит у него что какая-то такая крепкая прямо хватка или это мы виноваты сами пациенты сами люди ну отчасти конечно и люди виноваты в том что у них развивается сахарный диабет но также диабет это состояние которое которым многие из нас подвержены наследственно наследственность тоже имеет важную роль но не основную роль в развитии сахарного диабета сахарный диабет сейчас не только молодеет но его распространенность растет с каждым годом в пост к виду есть время тоже очень много выявляется случаев диабета но опять же они не связаны с тем что без но новые инфекции его бы не было он все равно был только возможно развился гораздо позже как подтолкнул до коры как развитие да больше инфекция провоцирует развитие сахарного диабета потом жизни наша полна стрессами стрессы тоже разрушают нас потихоньку разрушает и они приводят к тому что сахарный диабет наступает раньше чем без этих стрессов бы наступил неправильное питание тоже мы все едим на бегу ну да да и смотрящую что едим что мы придем с вами когда едим магазин и посмотрим что мы едим даже самое такое как бы ну дебил диетическое как говорят все равно не столь диетическое будет опять же физической нагрузки становится каждым годом все меньше и меньше люди пересаживаться в автомобиле пешком уже ходят мало людей общественным транспортом стараются не пользоваться ну его шерен и такси поэтому все становится доступно и физическое на отсутствие физической нагрузки тоже влияет я так понимаю да татьяна 1 что задача вот и нового филиала и в общем-то в целом до всего центра это не только исключительно вот медицинские до услуги ну как обычно врачи говорят еще и профилактика да чтобы люди понимали что ну разные же этапы могут быть заболевания что надо за собой следить если у вас то 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 там сдавать анализы хотя бы кровь проверять да правильно правильно и уникальность центра состоит в том что мы попытались в одном месте собрать но наверное и диагностику и лечение и профилактику подобные подобного заболевания то есть наша цель с помощью врачей специалистов помочь тем кто уже заболел и поработать с людьми у которых есть предрасположенность это пороговое развитие до подобных нарушений хорошо и какие но заболевания то сахарный диабет или какой-то еще есть прям список куда просто люди у людей же разные диагнозы да и помимо сахарного диабета вот какой-то список есть которые сосуде вы оказываете помощь сосудистой патологии можно отнести хроническую венозную недостаточность варикозное расширение вен любая патология с нарушением микроциркуляторного русла например болезнь рай но то есть там где есть нарушение мелкой циркуляции периферического звена патология периферической нервной системы например нейропатии различного генеза то есть но вот сейчас опять же если затронем пост к видное время и наверное врачи стали чаще сталкиваться с такой нейропатии как нейропатии гиена баррэ это что такое это заболевание которое нарушает проведение нервного импульса по периферической нервной системе снижение чувствительности в конечностях достаточно сложная патология которая которую скажем нужно сначала диагностировать для этого у нас тоже есть все у нас есть нейромиографии доктор функциональной диагностики который очень давно занимается подобной патологии и для того чтобы точно установить диагноз для этого есть в общем-то все основания прийти да я так понимаю что это заточено как бы на научную сторону да и на возможность максимального обследования чтобы получить наиболее точный результат для лечения нет такого что а вот вы придете кто принесите потом оттуда принесите еще оттуда принесите потом мы будем да то есть вы все делаете да практически весь цикл у нас проходит на базе хорошо а вот сахарный диабет конкретно да какая медицинская помощь потому что ну как бы на методик много разных да и подходов я имею ввиду в мире какая у вас то что касается терапевтического лечения медикаментозного это относится естественно к врачу-специалисту этим занимается эндокринолог тут больше наверное ульяна александровна вот что вот человек обращается с сахарным диабетом ваш центр что он получит но во первых сахарные для того чтобы лечить сахарный диабет должен быть многоступенчатый подход это лечение состоит не только из приема таблеток это также изменение рациона дня это изменение режима дня поэтому обращаясь к нам в центр они получают консультацию в результате этой консультации мы обсуждаем правила рационального питания опять же зависимости от типа диабета если это первый тип то пациент обучается подсчет хлебных единиц как ему правильно питаться как правильно подкалывать инсулин если же это хотя бы второго типа то рассказывается о принципах рационального питания опять же пациенты получают полную информацию о том что есть желательно что им есть нежелательно то есть полный такой спектр конкретно вы то есть выстраиваем новую жизнь у человека правильно стараемся это сделать до максимально приблизить к тому чтобы поддерживать гликемию в нормальных пределах также не обходится без физической нагрузки поэтому рассказывается все про физическую нагрузку что нужно делать что можно делать в какое время лучше это делать вот также в нашем центре возможно лечение это инфузионной терапии либо инъекционные введение инъекционных препаратов ну то есть опять же как бы весь спектр мы сейчас будем говорить о лечениях мало того мы покажем несколько сюжетов я предлагаю сейчас посмотреть первый сюжет который но есть такое понятие которую как бы давно уже мне кажется используется вообще очень барокамера да вот мы сейчас на на посмотрим потом вы расскажете я расскажу как она работает у вас давайте посмотрим один из самых современных методов восстановительного лечения в барокамере улучшается доставка кислорода к тканям и его использование в биологических процессах организма таким образом кислород под повышенным высоким давлением нормализует работу всех систем в организме эта процедура полезна абсолютно каждому даже здоровому человеку а людям страдающим различными заболеваниями она необходима в прямом смысле как воздух из-за многофакторности воздействия кислорода на организм человека наверное не найдется таких заболеваний при которых мы не получим какой-то положительный терапевтический эффект от воздействия кислорода под давлением то есть в первую очередь это неврологические заболевания заболевания центральной нервной системы лечение постинсультных синдромов периферической нервной системы то есть и остеохондрозы и невралгии различного генеза за последние 50 лет баротерапия заняла важное место в лечении сахарного диабета и шимической болезни сердца и трофических язв в настоящее время она актуальна как никогда в эпоху ковид-19 это эффективный способ восстановления организма после поражения нанесенного вирусом кроме того лечебная процедура повышает иммунитет и восстанавливает общий жизненный тонус если пациент будет регулярно постоянно заниматься собой проходить подобное лечение с целью профилактики он в принципе не получит развитие тех осложнений которые опасны для жизни ну то есть да то есть он будет сдерживать возможно вот этот патологический момент хорошо еще у нас будет уже один сюжет во второй части программы дождитесь это вот как раз мы о ваннах поговорим тоже такое загадочное слово почему потому что но ванны разные бывают да и кто может быть там на кавказских минеральных водах был там тоже ванны есть всевозможные но здесь немножко наверно что-то другое будет расскажите чуть-чуть почи а пока вопрос к ульяне александрами это по поводу кабинет диабетической стопы вот что это такое и почему на сегодня считается что недостаточно только его посещать как известно при сахарном диабете очень часто страдают стопы и при длительных высоких сахарах начинает формироваться так называемая диабетическая стопа для того чтобы вовремя увидеть это вовремя начать лечение данного состояния для этого существуют кабинеты диабетической стопы кабинете работает врач подогу который должен осматривать который осматривает стопу у пациентов каждый пациент сахарным диабетом должен проходить обследование в данном кабинете не реже чем один раз в год чисто профилактически даже если ничего его не беспокоит на во время приема пациент врач во время приема врач осматривает стопу делать заключение о том если какие-то видимые изменения нет ли этих изменений также проводят диагностику состояния нервных волокон проверяя чувствительность для того чтобы определить насколько страдает данном случае стопа у данного пациента и дальше уже идет это как такое исследование после которого при уже в меры принимают после обследования до уже принимаются меры ну что ж сейчас мы сделаем небольшую паузу напомню что у нас сегодня в гостях руководитель отделения лечения диабета и сосудистой патологии медицинского центра лечения диагностика татьяна марфина а также врач эндокринолог отделение лечения диабета и сосудистой патологии ульяна устилкина дождитесь второй части программы напомню что эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и говорим сегодня о лечении сахарного диабета проблема безусловно очень важна к сожалению эта болезнь не то что даже не уходит а молодеет все чаще и чаще мы слышим об этом от специалистов у нас в гостях напомню руководитель отделения лечения диабета и сосудистой патологии медицинского центра лечение диагностика татьяна марфина и ульяна стилкина врач эндокринолог этого отделения мы продолжаем разговор и прежде чем мы пойдем дальше еще такой вопрос а кто сегодня пациент кто эти люди которые приходят возраст мужчины и женщины вес как можно вот иногда знаете врачишь он же специалист с первого взгляда определить это наш клиент на самом деле нашим пациентом может быть человек любого пола любого возраста любой конфигурации любого телосложения и даже тот человеку который который не подразумевал не предполагает у себя наличие сахарного диабета может оказаться нашим пациентам во-первых помимо того что эндокринолог занимается лечением сахарного диабета он также занимается и другими заболеваниями это заболевание щитовидной железы это заболевание надпочечников гипофиза и пациенты данной группы они особо и не отличаются среднестатистических людей а этому человек может попасться к сожалению на этот крючок абсолютно любой человек но конечно те люди которые у которых есть избыточный вес они в первую очередь должны ну да да это я чувствую что да но а вообще проблема ожирения ведь она на на все сегодня до заболевания влияет какую-то роль то есть когда учину даже не то что ожирение когда человек от нормы отходит либо либо очень худеет да либо наоборот набирает вес то есть это может стать запуском какого-то механизма это может быть запуска механизма изменения метаболического нарушения какого-то но я бы даже сказала о другом сейчас у нас такая ситуация что развитие синдрома хронической усталости практически у каждого второго наблюдается сейчас достаточно много стресса информационного плана и на работе и кто-то кого-то может быть сокращение какие-то идут и такими жалобами тоже пожалуйста могут приходить к нам и соответственно со специалистами того или иного направления можно этот вопрос решить и применить наши методы которые используются у нас центре но самый сложный этап это заставить его жить по-другому то есть ложиться в такое время вставать такое время да вот как вы можете объяснить вот придет к вам такой пациент как я на все согласен но гулять полтора часа и считать пульс в соответствии с которым именно я должен гулять я не смогу как вы убеждаете человек но для ему проще таблетку выпить по этой такой таблетку за выпил и все я здоровенький а надо ходить пешком как вы на самом деле все каждому человеку должен быть свой подход кому-то можно пригрозить тем что ты не будешь что-то делать с тобой будет то-то то-то на другой человек это пугать до другого человека это действует не будет поэтому с ним по-другому разговариваешь по-другому его мотивируешь но на самом деле самое важное у человека чтобы была сам мотивация то болезненная . которая болезненно именно для него и найти ее нащупать и вот воздействовать на нее на эту точку да вот тут еще такой важный момент да как медики вы прекрасно понимаете есть человек который это понимает и приходит сам да опять же либо позиции вылечите меня да вы же медики другая позиция он понимает что он тоже должен участвовать в этом процессе бывает момент когда приводит человека ну там на семья родственники и так далее вот некоторые слышу но слова диабет до чувствуешь это какой такой приговор и вообще стухают вот как оптимизм все-таки еще вложить вот мы сейчас вновь будем смотреть с вами еще один сюжет мы перед этим все таки то есть говорить с ним чтобы когда ты знаешь о своем состоянии то проще и с собой договориться и можно все таки оптимистически завершить это лечение предупрежден значит вооружен поэтому конечно но если кто-то приводит тут уже разговор идет не только непосредственно с этим член с этим человеком который пациент больной а с теми в том числе и с его родственникам потому что родственники конечно тоже должны поддерживать да если там питание все будут на самом деле шашлык при диабете это очень хорошо потому что да потому что жир весь уходит на угли и остается только белок который на сахар особо влиять не будет но торт нельзя торда все сидят едят торт и каждый день у них по торту ну конечно тут уже нужно влиять на всю семью чтобы в семье тоже ограничили употребление этого торта поэтому окружение тоже очень важно по данном случае давайте мы сейчас продолжим разговор о всевозможных способах физиотерапии да можно назвать сейчас посмотрим сюжет про ванны и после него опять обратимся к нашим гостям пожалуйста сейчас мы будем готовить процедуру гидрогальванических ванн которая у нас используется в центре также широко как и предыдущая процедура гипербарическая оксигенация воздействие минеральной воды и электрического тока на руки и ноги уникальная методика которую применяют для лечения различных заболеваний гидрогальваническая ванна улучшает кровоток восстанавливает чувствительность обеспечивать снижение боли процедура необходимо при осложнениях вызванных сахарным диабетом посттравматических синдромах полинейропатиях и проблемах суставами мы воздействуем на проведение улучшение проведения электрического импульса по нервному волокну мы влияем и на микроциркуляцию одновременно с баротерапией и на нейропатии различного генеза в результате синергизма воздействия данных методов мы получаем замечательный результат центр диабета и сосудистой патологии в люберцах одно из немногих медицинских учреждений где для лечения пациентов используют гальванические локальные ванны такое оборудование можно встретить только в санаториях или крупных реабилитационных центрах выбор наш пал на локальные гидрогальванические ванны потому что необходимость воздействовать на периферическое русло то есть на ноги на руки более востребованно чем воспользоваться общей гальванической ванной и у нее меньше противопоказаний это первый момент второй момент в принципе общих гальванические ванны это не что-то вдруг неожиданно возникшие это старый советским проверенными проверенный метод который использую используется достаточно широко в санаториях и сейчас в новых реабилитационных центрах как я сказала это в сюжете и использование именно при нейропатиях частности диабетических привело к тому что здесь это надо то есть лучше чем гальваническая ванна не повлияет на мелкие веточки нерва то есть мы разговариваем с нервами да то есть мы пытаемся их заставить существовать вот в нормальном состоянии чем да кроме кроме того если мы используем различные токи а там название гальваническая ванна там не только гальванический тон в частности гальваника влияет именно на сосудистое росло то есть мы улучшаем трофические процессы в конечностях но если использовать порядка шести-семи токов которые заложены в данной ванне с разным результатом мы и получаем разный терапевтический эффект то есть если нам нужно стимулировать нервное волокно мы включаем диодинамические токи если нам нужно повлиять на атрофить атрофичные мышцы после травмы мы включаем другой ток если нам нужно использовать данную ванну с целью именно проведение чувствительности улучшения можно включить ток фарадея использовать этот ток как проходит процедура пациент опускает конечности в емкости как было показано ручки ножки в зависимости от того что нам нужно на что повлиять мы можем работать с одной конечностью мы можем работать четырьмя оконечностями с двумя отдельно если это какой-то порез справа слева геми пары с пар пар из мы тоже это можем в данном случае используя разные варианты подключения работать такой патологии ну хорошо потихоньку движемся к завершению ульяна оксана скажите пожалуйста я знаю что опять же медикаментозное лечение плюс физиотерапия да человек тоже так думает вот опять же мне таблеточку человек пойду на этот ток да там ну например но и лишь по разному воспринимать мало того есть же еще всякие лечебные гимнастики которые тоже по пульсу по правильным движениям это тоже такая целая технологии так далее а как убедить пациента что есть не только таблетки которые кстати да не так дешево стоят и не всегда их можно найти но есть еще и вот рядом тут же до в том же комплексе что можно пройти ряд процедур которые может могут помочь человеку для того чтобы более полно воздействовать на состояние при сахарном добавить конечно нужно влиять на все участки на все звенья данная данного патологического процесса поэтому таблетками мы что делаем снижаем уровень сахара капельницами что делаем убираем останавливаем осложнение на том или ином уровне физиопроцедуры да как уже татьяна владимировна сказала мы пытаемся разбудить те нервные волокна которые начали плохо работать ну там неизвестно кто на кого кто на кого то есть грубо говоря медикаментозная история это способ уменьшения самого процесса как бы с внешней да а когда мы идем на физиотерапию это наша внутренняя борьба и возвращение себе каких-то кондиций нормальных человеческих кондиций мы будем завершать уже во первых здорово что такой центр есть спасибо что вы пришли рассказали нам показали потому что на специально сюжет показывали нашим телезрителям чтобы они убедились как это не только модно современно но и эффектно с точки за эффективно до последнее что хочу спросить и у татьяна ладировна и ульяна александровна ну есть люди которые вообще к врачам боятся ходить ну даже если знают что у них 9 и потому что врачи плохи ну вот как какой то такой а уж тем более там бару как барокамеру залезть кто-то боится какого-то маленького пространства вот кто кт проходил это иногда такое ощущение что ты уже из этого космического аппарата никогда не не выползешь вот как с этими пациентами нужно работать и что в итоге как бы подводя наше выступление что получат пациенты придя к вам я бы сказала что одним из основных методов лечения любой патологии это использование комплексных программ причем не однократно а как-то надо спланировать с лечащим врачом на постоянные регулярную работу с собой для этого как раз физиотерапия нам и поможет в этом вернее использование именно широты программы куда включена и диагностика и лечение профилактика и консультации врачей специалистов причем разного профиля ну именно вот это даст залог длительной ремиссии и любого заболевания удобство просто как говорится все в одном месте да спасибо вам большое мы желаем вам успехов в этом важном деле потому что к сожалению болезни это такая развита и боюсь что клиентов у вас будет много так что настраивайтесь на хорошую работу напомню что новый филиал известного любят их медицинского центра лечения диагностика открылся для пациентов с диабетом и сосудистой патологии ну а в студии у нас были татьяна владимировна марфина руководитель отделения лечения диабета и а сосудистой патологии медицинского центра лечения диагностика и ульяна александровна устилкина врач-эндокринолог отделение лечения диабета и сосудистой патологии спасибо вам большое это была программа открытый диалог будьте здоровы до свидания Субтитры подогнал «Симон»